МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь 4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Помощь в каждой трудной ситуации. Помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко провел прием граждан. Они дарят тепло и свет. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают белорусские энергетики. Большой семье просторный дом. За семейный капитал со следующего года можно будет строить жилье. Время чудес и подарков. Новогоднее настроение продолжает дарить благотворительный марафон «Наши дети». Все подробности этих и других событий в ближайшие 26 минут. Благоустройство территорий, проблемы с эксплуатацией приобретенного на аукционе земельного участка, подведение инженерных коммуникаций к новым районам жилой застройки. Помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко на этой неделе провел прием граждан в здании Гомельского райисполкома. С озвученными вопросами и данными поручениями ознакомились наши корреспонденты. Гомельский район в работе с населением можно считать примером. Только в этом году прошло более 400 выездов в населенные пункты для проведения совместных приемов. Каждую неделю проводятся прямые телефонные линии. Плюс уже традиционные встречи в режиме живого диалога. Как результат, количество обращений в вышестоящей инстанции в этом году сократилось почти на 10%. Правда, непосредственно в райисполком люди стали обращаться чаще. Однако местные власти расценивают это как позитивную тенденцию. У нас увеличение к прошлому году, что не может, с одной стороны, вроде как и огорчать, а с другой стороны, наверное, это позитивный момент, когда больше обращений поступает именно в районную вертикаль. Это говорит о том, что растет доверие к руководству района, к тем вопросам, которые организовываются и выполняются на местном уровне власти. Хотя на этот раз на прием к Юрию Шлейко пришли не только из Гомельского района. Первый посетитель – жительница нового микрорайона «Дрозды-2» в Мозере. Ситуация в чем-то типична для территории с новой застройкой. В домах нет воды. Представители райисполкома проблему обещают решить в первой половине следующего года. Женщину такой ответ устраивает. Называйте мне дату подключения. Дату подключения, но я с подрядчика перед ответом говорила, что в полдень-нибудь апрель он заканчет эти сети в досношении. То есть июнь месяц начнется свободное подключение, да? Да, да. Ставьте, позвоните мне потом в июне, будет у вас вода. Предприниматель Дмитрий Вагин в последнее время приезжает практически на все приемы, которые проводят руководители различного уровня. В свое время он приобрел в Ветковском районе через аукцион земельный участок, документы на который были оформлены с ошибками. Сейчас пытается как-то решить эту проблему, так как пользоваться значительной частью территории нельзя. Ситуация для предпринимателя тем более критическая, что земля приобреталась для выращивания ягод. Даже саженцы уже куплены. У меня сейчас стоит 500 кустов готовых высадки. То есть в среднем куст, нормальный плодоносящий, стоит 100 рублей. Я хотел осенью высаживать, а сейчас, получается, не могу высадить. Сколько их за зиму куда-сюда пропадет, тоже неизвестно. Допустим, если прошлой зимой 70 кустов, грубо говоря, на 100 рублей, вот, пожалуйста. Могу дать совет. Поближе друг к другу с пангонтом, любой плотности. Я все так и сделаю, но, как бы, тоже время уходит, а решений никаких нет. Мужики, решайте вопрос. Цепляйтесь за юридическую базу, которая есть, оформление того, что участок не соответствовал сегодня сформированным условиям, и решайте вопрос. За два часа на приеме у помощника президента инспектора по Гомельской области Юрия Шулейко побывали 11 посетителей. Для кого-то важно установить памятник на могиле деда, героя социалистического труда. Кого-то заботит вопрос высокой арендной платы. Среди озвученных просьб также строительство дорог в сельской местности и выделение земельного участка в дачном кооперативе. После завершения приема Юрий Шулейко подводит итоги. Многие вопросы можно было бы решить на местах. Это явные недоработки местных органов власти. Мы понимаем, что есть ряд заявителей, которые ходят к всем руководителям и не решают те вопросы, потому что они давно уже нерешаемы. Есть ряд вопросов, которые сегодня районы могут решить, могут информировать и могут сегодня донести до заявителя то, что необходимо, что и сегодня интересует человека, который проживает в данном районе. Олег Сентюров, Максим Савин, Игорь Марищенко. Новости недели. Новый год, пожалуй, самый радостный праздник, встречаемый в кругу друзей и близких. Впрочем, долгожданные торжества легко могут испортить отсутствие в доме света и тепла. Гомельские энергетики, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник, гарантируют, такого не случится. Для того, чтобы в этом могли убедиться и наши журналисты, их пригласили ознакомиться с работой региональной энергосистемы. Вряд ли кто-нибудь из нас, любуясь новогодней подсветкой улиц, хоть на минуту задумывается, где и как вырабатывается электроэнергия для этих десятков тысяч лампочек. Как, впрочем, совсем немногие могли видеть сам процесс ее производства. Гомельская ТЭС-2 – одна из самых молодых станций в Беларуси. Первый энергоблок здесь ввели в эксплуатацию в 1986 году, причем досрочно. Необходимо было компенсировать недостаток энергии, образовавшейся после аварии на ЧАЭС. Сегодня на ТЭС-2, являющейся филиалом республиканского унитарного предприятия «Гомеля Энерго», получают половину электрической энергии, вырабатываемой в регионе. Кстати, каких-то сложностей, связанных с включением новогодней иллюминации, здесь не возникло. Не чувствуется вот этот вот прирост производства или прирост потребления, он ликвидируется за счет загрузки других электрических станций, которые не связаны с теплообеспечением. Теплообеспечение города – еще одна задача Гомельской ТЭС-2. И, пожалуй, даже более важная, чем выработка электроэнергии. 75% тепла, что получает областной центр, вырабатывается именно здесь. При этом существующие мощности позволяют эффективно выполнять эту задачу при любых отрицательных температурах воздуха. 1380 гигакалорий – наша максимальная мощность станции. На данный момент мы несем 320. У нас в запасе еще 1000 гигакалорий в час нагрузки. То есть станция, коэффициент использования установленной мощности, есть такой показатель, составляет порядка 35%. Обновление технической и технологической базы на предприятии – постоянный процесс. В этом году завершили несколько значимых проектов и наметили план модернизации на 2020. Главная задача – повышение надежности и экономичности работы энергетического оборудования. Впрочем, на ТЭС-2 и сегодня гарантируют – весь производственный процесс под надежным контролем. Срабатывает автоматика, происходят действия персонала, которые идут на устранение этих дефектов или предотвращение ситуации аварийной. А потом, следующий момент идет – это работа защиты. То есть здесь повреждение оборудования не может быть как таковое. Автоматика и защиты работают. Только в этом году на ТЭС-2 сэкономили почти 26 тысяч тонн условного топлива. Если разместить его в стандартных железнодорожных цистернах, то состав растянется более чем на 5 километров. Одновременно с экономией ресурсов, значительное внимание на станции уделяется также экологической составляющей. Наша станция, одна из первых, внедрила в городе Гомеле систему непрерывного контроля выбросов в атмосферу. И в режиме онлайн эти все выбросы контролируются непрерывно на компьютере. И мы следим за режимом своего оборудования. И расчет уже идет экологического налога по этой системе. То есть она является коммерческой. Как говорят сами энергетики, мы стремимся работать хорошо и у нас многое получается. Причем разговор не только о производственных успехах. Накануне праздника в Гомель Энерго в третий раз провели конкурс детских рисунков. И впервые поделок. Тема одна. Откуда берутся свет и тепло? Фантазию участников никто не ограничивал, а поэтому выставка получилась разнообразной. Во всяком случае, первый в мире электрифицированный дом бабы Яги в исполнении учащейся 38-й гомельской школы Софии Ероцкой ранее нигде не демонстрировался. Жюри посчитала, что эта работа достойна гран-при. Впрочем, приятно удивила София не только своей оригинальной поделкой. Во время вручения детям дипломов и подарков она прочитала стихотворение, написанное ее мамой. Через несколько минут девочка повторит его специально для наших зрителей. Жизнь без света – это не сказка. И сразу на лице появляется черная маска. В домах со свечками сидят, по окнам жители глядят и ждут. Когда придет монтер? Да будет свет, им скажет он. Натянет провод, как струну. Итог найдет свою волну. Тепло, светло всем станет друг. Куда-то убежал испуг. И заискрились так глаза, Как в поле поутру роса. Теперь ничто нас не тревожит. Ведь мир без света жить не может. Приуроченное к профессиональному празднику торжественное собрание продолжается награждением работников, которые внесли значительный вклад в развитие региональной энергосистемы. Отметить всех отличившихся за один раз невозможно. Что по большому счету является еще одним подтверждением высокого профессионализма работников. Только в этом году награду получили более 500 сотрудников энергосистемы. Уважаемые коллеги, ветераны энергетики, от всей души поздравляю с Днем энергетика. Хочу пожелать вам всем здоровья, успехов, удачи, безаварийной работы. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерий Копанько, Игорь Морищенко. Новости недели. Вы смотрите Новости недели на телеканале Беларусь4. Мы говорим о главных событиях уходящих 7 дней. Программа продолжит обзор от службы информации. В регионе продолжается новогодний благотворительный марафон. В рамках республиканской акции «Наши дети» Петриковскую специальную школу-интернат для детей с нарушениями речи посетил заместитель премьер-министра Владимир Дворник. Он обратил внимание, что после масштабных недавних преобразований Петриков стал неузнаваем, и в частности школа-интернат. Например, после ремонта в учреждении появился компьютерный класс, обновленный пищеблок, мебель в классах, благоустроенная территория. Воспитанники школы пригласили почетных гостей на новогоднее представление. Владимир Дворник вручил школьникам сладкие подарки, пожелал им радости и счастья, здоровья и успехов. Благотворительную акцию «Наши дети» в Гомельской области продолжил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко. Он вместе с руководителями территориальных управлений и учреждений образования МЧС приехал в гости к будущим спасателям, учащимся специализированного лицея. К торжествам подготовили тематические фотозоны, посвященные органам и подразделениям по чрезвычайным ситуациям страны. Лицеисты пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах, представили новогоднюю сказку. По завершении программы Владимир Ващенко вместе с руководителями территориальных управлений и учреждений образования МЧС поднялся на сцену, чтобы поблагодарить за яркий концерт и поздравить с наступающими праздниками. В рамках акции «Наши дети» в регионе прошел впервые областной новогодний бал для учащихся. Среди них школьники старших классов, учащиеся учреждений профессионально-технического, среднеспециального образования, студенты вузов. Каждый из них достиг определенных успехов в учебе, творческой, общественной деятельности, на спортивных аренах. В танцы закружились 40 пар. Прекрасные дамы и галантные кавалеры на балу смогли прочувствовать атмосферу XVIII-XIX веков, которую передавали звуки полонеза, вальса, польки. Белорусская делегация во главе с председателем Гомельского облсполкома Геннадием Соловьем на этой неделе посетила Кировскую область с Российской Федерацией. Как отмечено, в ходе визита существует немало резервов для развития двухсторонних отношений. Речь в первую очередь о таких сферах, как АПК, строительство, ремонт дорог и лесное хозяйство. По итогам встречи подписан протокол, на основе которого будут строиться дальнейшие взаимоотношения. За семейный капитал со следующего года можно будет строить жилье. Многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, состоящие на соответствующем учете, смогут досрочно воспользоваться этими деньгами. Начисляться капитал с 1 января будет в белорусских рублях. На депозитный счет семья получит 22,5 тысячи. Это большое подспорье, чтобы мечта о собственном жилье стала реальностью. Марина Джалая с подробностями. В начале 2020 года новоселами дома на Гомельской улице Оськино станет многодетная семья Балдовских. Ольга, кстати, не ожидала, что с момента постановки на учет, это было в августе, до появления вариантов жилья пройдет так мало времени. Уже в сентябре Балдовским предложили строительство квартиры. Высотка почти построена. Семья будет жить на шестом этаже, а пока приходится тесниться в родительском доме Народищева. Для Балдовских досрочное использование семейного капитала – спасение, ведь кредит они получат в размере 71 тысячи, а стоимость трешки на 80 метров – 81. За 13 лет семейной жизни это будут их первые собственные метры. Очень быстро позвонили в сентябре месяце, мне уже предложили варианты строиться, предложили несколько вариантов, ей был выбор, из чего выбрать, и мы выбрали этот дом наш, потому что мы вообще сами живем в Новобелеце, любим наш район, и поэтому предпочли, конечно же, остаться все же здесь, в собственном жилье, которое будет в этом же районе. Старшей дочке Вике родители пообещали выделить отдельную комнату, пока приходится делить ее с бабушкой. Ждешь? Да, очень. А что ты ждешь больше всего в собственной квартире? Свою комнату, скажи, просторную, да? Это да, это будет хорошо. А сейчас ты с кем в комнате живешь? Так, одна, а когда бабушка приезжает с бабушкой. Бабушка, в основном с бабушкой, да. А так тебе мама обещает, что у тебя будет своя комната? Да. А младшие будут жить вместе в другой комнате, да? Да. Кстати, одна из причин, по которой многодетные семьи иногда не соглашаются на жилищное строительство – отсутствие средств на погашение кредита на так называемые «лишние метры». С января на эти цели можно будет тратить семейный капитал. Таким образом, количество многодетных семей, которые ранее не могли решить жилищные вопросы, должно снизиться. В прошлом году для этой категории граждан построили почти 1800 квартир. В этом году свыше 2000. Столько же планируют и в следующем году. На сегодняшний день у нас из 5200 нуждающихся в улучшении жилищных условий, улучшают жилищные условия 2600. 2700 не улучшают пока жилищные условия. По 1346 примерно отказываются. Цифра эта меняется, она плавающая, потому что условия разные. Значит, остальные будут включены в следующем году практически всех многодетных семей во всех районах опросили. Некоторых не устраивает район. Некоторых сегодня нету средств для оплаты за лишние метры. Некоторые сегодня уже имеют жилье, там не хватает примерно 20-30 квадратных метров. И, естественно, у них нету таких денег, чтобы заплатить. Некоторых не совсем благоприятная кредитная история, потому что они много кредитов брали на социальные расходы всякие. И с этим банки не всегда идут на открытие кредитных линий. Причины есть. Но я думаю, что одна из причин, самая главная, которая сегодня недостаток финансовых средств, она с 1 января должна решиться. Потому что вступит в силу указ 345, который в сентябре принят президентом, о разрешении использования семейного капитала досрочно. В том числе этот капитал будет использоваться и на строительство, реконструкцию, покупку жилых помещений для многодетных семей. Высотки для многодетных строятся в Гомеле и каждом райцентре. В сельской местности есть вариант улучшить жилищные условия не только путем индивидуального строительства, но и купив недвижимость на вторичном рынке. Прорабатывается вопрос и предоставление жилья из фонда коммунального имущества. Многодетные семьи из сельских населенных пунктов также могут участвовать в строительстве квартир в райцентрах. В Гомельской области до конца 2019-го достроят 9 высоток для многодетных семей. Марина Джалая, Валерий Гопанько, Новости недели. С заботой о каждом. Как развивается сегодня крупнейшая в стране государственная аптечная сеть? Какое внимание уделяет социальному вектору? Какой запас лекарственных средств приготовили к сезону РВИ и гриппа? И актуальны ли сейчас производственные аптеки, где изготавливают лекарства? Об этом наше воскресное интервью с генеральным директором гомельского предприятия «Фармация» Людмилой Сапега. Людмила Анатольевна, аптеки сегодня, по-вашему, это все-таки магазин, как часто их называют, или все-таки медицинское учреждение? Вы знаете, если мы будем говорить об аптечных организациях государственной формы собственности, то это в первую очередь медицинские учреждения. В аптечных организациях государственной формы собственности большую часть в ассортименте представляют лекарственные средства, которые отпускаются и по рецепту врача, и без рецепта врача. Государственная аптечная сеть выполняет ряд социальных функций. Это обеспечение лекарственными средствами по рецептам на льготных условиях и бесплатно, отпуск психотропных и наркотических лекарственных средств по рецептам врачей, это изготовление лекарственных средств в аптеках производственных, а у нас на сегодня в Гомельской области 23 производственные аптеки. В общем-то, это медицинское учреждение. Фармацевты имеют медицинское образование. Зная это, что уж тут говорить, многие из нас периодически обращаются за советом по поводу выбора того или иного лекарства, и даже за советом в выборе курса лечения. Какую грань не могут приступить ваши коллеги? На что их ориентируете в первую очередь? В первую очередь мы ориентируем своих фармацевтических специалистов, чтобы они пользовались главным принципом медицины «не навреди». Да, конечно, зачастую к нам обращаются покупатели с просьбой назначить какое-то лекарственное средство. Фармацевтический специалист в аптеке имеет право рекомендовать, если он уверен и достаточно у него фармацевтических знаний, лекарственное средство, отпускаемое без рецепта врача. И если в случае, что он заподозрил, что обратился пациент или человек, который говорит, что я уже неделю дома болею, принимаю лекарства, оно мне не помогает, может, вы дадите какое-то другое, то это первый звоночек и симптом, когда нужно направить обязательно обратившегося человека к врачу. Необходимо провести дополнительные исследования, анализы и так далее, чтобы установить диагноз и продолжить правильное лечение. Сезон вирусов и простуд. Как насчет оснащенности аптек Гомельщины всем необходимым? Действительно, в преддверии эпидсезона возрастает спрос на лекарственное средство, используемое для профилактики и лечения вирусных инфекций. В связи с этим государственные аптечные организации, они обязательно имеют в своем портфеле весь перечень, необходимый и пользующийся спросом у населения. Кроме того, мы, конечно же, создаем неснижаемый запас указанных лекарственных средств на областном аптечном складе. Запас составляет 2-2,5 месяца, чтобы ни в коем случае не допустить какого-то дефицита. А сейчас вопрос о оцене качества. Уверен, не раз у вас просили совета, как же определиться в пользу белорусского или зарубежного? Ну, вы знаете, могу сказать по этому вопросу следующее, что на сегодня в аптечных организациях Гомельской области, в общем-то, есть лекарственные средства и зарубежного производства, и отечественного производства в достаточном количестве. Все лекарственные средства, реализуемые через государственную аптечную сеть, они качественны, эффективны и безопасны. И каждый человек, который приходит за выбором лекарственного средства в аптеку, он может ориентироваться по цене. Очень важная задача, чтобы лекарственные средства были доступны для населения. И вот эта доступность, в том числе и ценовая, каждый человек может выбрать для себя. Доступность государство гарантирует, но и за качеством контроль высокий. Конечно же, качество лекарственных средств контролируется на всех этапах реализации лекарственных средств, начиная от промышленного изготовления, хранения, транспортировки, реализации, до того момента, пока лекарственное средство не попадет к потребителю. Людмила Анатольевна, и в завершении, ваш совет зрителям Беларуси-4, что должно быть в домашней аптечке каждого? В домашней аптечке каждого должен быть небольшой запас лекарственных средств, которые можно применять, не имея медицинского образования и без назначения врача. Которые смогут каждому человеку, это какие-то обезболивающие средства, жаропонижающие средства, средства скорой медицинской помощи, которые смогут обезболить, либо снизить температуру до момента обращения к врачу. Спасибо за это интервью, успехов в делах, здоровья и до встречи в эфире. Спасибо огромное. На этой неделе белорусский кинематограф отметил свой 95-й день рождения. За это время пройден огромный путь от первой белорусской картины «Лесная быль» Юрия Тарича до долгожданного «Купалы» Владимира Янковского. К юбилейной дате в национальной копилке кинолент более 650 художественных, 2000 документальных и 500 анимационных фильмов. Торжественные мероприятия и чествование работников сферы кино прошли во всех регионах страны. В Гомеле к профессиональному празднику приурочили премьерный показ ленты Беларусьфильма «Наследие». Об этом и других культурных событиях недели расскажет Анна Корольчук. Профессиональный праздник белорусских кинематографистов появился 17 декабря 1924 года, когда вышло постановление Совета народных комиссаров о кинопроизводстве в БССР. С тех пор на экраны вышли сотни картин, которые составляют Золотой фонд отечественного кино. Эту дату отмечают не только те, кто делает кино, но и те, кто показывает его зрителям. В Гомеле праздник встречали в старейшем в стране кинозале, который построили еще в эпоху немого кино в 1911 году. Помимо премьеры документальной игровой ленты «Наследие», гостей ждали награды и подарки, а также пожелания неисчерпаемого вдохновения и громких премьер. До Нового года осталось чуть больше недели, и всем уже очень хочется окунуться в атмосферу зимней сказки и чудес. Снега за окном пока не видно, а вот экспозиция Дворца Румянцевых и Паскевичей уже успела пополниться настоящим белым чудом, и имя ему – фарфор. В коллекции удивительные вещи из хрупкого материала – посуда, мелкая пластика, часы и многое другое. Под прозрачным слоем глазури можно узнать героев сказок, образы людей и животных. Настоящий фарфор белый благороден, к тому же практически не стареет. Не первый век он является изысканным украшением интерьера и создает атмосферу красоты и уюта в домах. Выставка «Белый как снег» закрывает серию юбилейного проекта коллекции музея к столетию музея. После экспозиции отправляемся на новогоднее представление – водить хороводы и заряжаться праздничным настроением. А сказки все реальны, реальны чудеса, и если б каждый сказку в дом к себе впустил, добрее стал бы весь наш мир. Нереальная сказка или Новый год в Лайклавии – премьеру новогодней сказки представили в областном драматическом театре. По сюжету пьесы Андрея Шедловского обыкновенные школьники Тима и Алена волшебным образом переносятся из музея в сказочную страну Лайклавию. Детям предстоит встретиться с недобрым волшебником, коварной черной кошкой, влюбленной колдуньей и совсем не страшными троллями. Ребятам нужно проявить находчивость и смекалку и поверить, что волшебство легко можно найти и в повседневной жизни. Продолжится череда новогодних представлений и на следующей неделе, 25, 28 и 29 декабря, зрители ждут в областном общественно-культурном центре. Там пройдет праздничное шоу «Ну, Дед Мороз, погоди». Рождественский концерт фортепианной музыки пройдет в Белой гостиной Дворца Румянцевых и Паскевичей. 26 декабря здесь выступит заслуженная артистка Беларуси, пианистка Ирина Шумилина. Образцовый театр «Радость» приглашает детей и их родителей на спектакль-сказку «Лев, колдунья и платяной шкаф». Попасть в чудесную Нарнию можно будет 26 и 27 декабря в городском центре культуры. Здесь же пройдут танцевальный рождественский вечер и программа с верой, надеждой, любовью. Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Игорь Морищенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.